парень сирота жил один парень сирота как родился родства своего не знал как появился на свет родни свои не знал еще мальчишкой не отправился в далекие еще мальчишкой он отправился в далекий город и нанялся в работники к одному богачу проработал три года и когда стал рассчитываться с ним за работу получил пудзерна посеял этот пудзерна на его прибил град никакого урожая не получил сильно он горевал после этого отправился в далекий город читу нанялся в работники одному помещику на три года стал пасти его скот три года он по скоту того богача когда стал рассчитываться за работу получил за худалого двухгодовалого жеребенка на этого же ребенка съел голодный волк опять парень не остался ни с чем после этого парень отправился в другой город и опять пошел батраком к одному богачу и все три года пока оботрачивал у того богача бедный парень сирота ходил в рваных штанах и рваной рубахе приказывая встать ударили по голени по голени позволив присесть тот же поднимали и так он пас скот пришло время рассчитываться за трехлетнюю работу и тот богач дал ему рваную сеть я вычел то что ты проел за три года и сколько одежды износил и от заработка осталось вот это сказал он и подал рваную сеть что поделать бедному парню и не может он потребовать и получить заработанное на взял ту сеть и пошел к морю закинул все эти на ночь утром видит в нее поймана золотая рыбка а вытащил парень ту золотую рыбу кулу из сети хотел сварить и съесть ее до жалко стало уж больно красивая рыбка какая красивая рыбка нет не буду есть ее пойду волос покажу людям на решил парень и побежал по берегу моря бежал день бежал всю ночь бежал весь другой день бежал бежал не думал что приблизиться какому-то улосу и оказался на берегу того же моря устал парень прилег на берегу моря подложив под голову свою рыбку и уснул спал спал а когда проснулся он оказался очень красивым жилище в богатом прекрасном доме на лежал совсем ноги шум пока он так лежал сильно ему захотелось помочиться а встать не может смотрит на хай моря женщина невиданной красоты над чаем хлопочет варит вкусный вкусный чай хочет стать парень ищет и глазами свою одежду в правом углу топорщись валяется его рубашка и штаны из телячьей кожи надо забрать их и одеться решил он подошел к своей одежде одежде ой погоди погоди сказала та женщина и накинула на него дыгал семье десятью пятью застежками подала ему очень красивую одежду красные и юфтевые а сапоги шелковый кушак на бобровую шапку с красным верхом верхом несколько шелковых рубах и штаны надела его во все это и превратила в невиданно красивого парня выйдя во двор помочился а когда взглянул во двор полон людьми с шестами арканами все толпятся говоря наперебой ахай ахай мы станем вашими табунщиками пастухами овец телят скота что же это делается сильно удивился парень пригрозил он пальцем всем этим людям прикрикнул на них и зашел обратно в дом красавица усадила его на хай моря налила ему вкусный чай попили 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 его поговорили потом стали играть в шахматы с и шага и затеяли большую игру на трое суток занятную игру на четверо суток потом вышла жена во двор и вернувшись говорит западной страны едет картаганан хан что будем делать когда приедет картаганан хан спрашивает парень но ничего он зайдет чай попьет поговорит и уйдет отвечает она зашел картаганан хан поздоровался поговорили а потом хан и предлагает мы стали соседями что же будем без дела сидеть давайте устраивать игры а в какие игры будем играть спросил парень сыграем в прятки по три раза играя в прятки будем ставить на свою жену предлагает у богач ладно когда же начнем спрашивает парень все равно хоть сегодня хоть завтра бедный простой парень не догадывается что его обманут потому и согласился кто же из нас начнет спрашивает вы начинайте поскольку вы хан а я спрячусь коль согласился на состязание говорит парень сам-то бедный парень не знает как будет прятаться стали они утром жена сходила на улицу и говорит мужу картаганан хан ведет и да я и забыл про него спохватился парень не хочет спрятаться за женой когда жена заставила корову хотелица взяла послед ударила им несколько раз и превратила мужа в послед пришел тот хан искал его и не нашел на другое утро хан опять пришел его искать а жена ударив мужа головешечкой превратила его головешку постой где же его найти где отыскать глубоко задумался хан и стал искать да не может никак догадаться хоть и был он мудрым ханом как он не старался не смог найти и ушел когда пришло время парню прятаться в третий раз вдруг жена глянула сидит этот парень и бьет себя по голове горячей головешкой что ты мужем делаешь спрашивает жена хан идет нет ведь так не прячется сказала жена выдернула иглу и превратила его в иглу сама сидит и шует что-то откуда же хану найти так и не найдя он ушел пришел через пришел черед парню искать где его найду и видно пришло время расстаться с женой в людном месте его надо искать думает парень рано утром он встал и исчез прошло много времени жена увидела как он оседла белого коня направился на запад куда ты поехал спрашивает она поеду искать хана а как будешь искать может он охотиться на лосей потому на коней выезжают нет не годится так искать сказал жена по дороге ты встретишь много белых овец погонишься за ними отстанет маленький ягненок повали его и сделай вид что собираешься разрезать ему брюхо тогда и найдется хан а не вздумая брюхо ему распороть жена его была волшебницей как она и предсказывала навстречу идут овцы погнался за ними отстал маленький ягненок поймал его и собрался брюхо ему распороть ой кишки не выпусти закричал ягненок и обернулся ханом вернулся парень домой а на утро опять отправился на запад поехал искать хана спрашивает жена если не овца то хоть корова найдется отвечает парень и скачет дальше какой же бестолковый поедешь к навязи хана там на привязи будут стоять три вороных коня ты подними гриву коня привязанного с правой стороны там будет золотое кольцо станешь ломать но не сломай тогда хан найдется как было сказано подъехал на привязи стоять три вороных коня поднял парень гриву коня привязанного с правой стороны там золотое кольцо оказалось взял кольцо и хотел разломать ой не изувечь меня сказал хан принес своего в облик так во второй раз парень нашел хана как в третий раз найти а теперь где мне его искать спрашивает он у жены поедешь к хану сойдешь с коня зайдешь в дом увидишь на хаймон в море три желтых лука будут высечь выберешь из них самый тонкий снимешь тетиву и попытаешься сломать лука колено тогда и появится хан говорит жена поехал по совету жены зашел в дом отра а там три желтых лука не спрашивая ни у кого взял лук и только хотел разломать ой спину мне не сломать сказал хан и встал завтра утром приезжай и забирай мою жену произнес хан проиграл жену на утро парень сел на коня и поехал назад я ничего не сказал жене куда поехал хочу привезти жену хана мы с тобой не сможем взять ханскую жену эта ханская жена нам не подойдет возвращаясь так она вернула мужа обвязала его палец красно-шелковой ниточкой и говорит теперь можешь ехать приедет приедешь человек будет порогом конская голова блюдом тулей арза хорзо будут приготовлены ничего в рот не бери она все вопросы отвечая нет не говори да скажешь если отдать так отдайте нет так не надо и выйдешь арза хорзо не пей тулей не трогай приехал хану сначала следовал советам жены там арза хорзо приготовленные блюда тулей не вытерпел стал пить вино из мяса потом говорит хану вы мне проиграли жену настала при пора увезти мне вашу жену а тот хан ему отвечает мой ответ мой отец при облавной охоте проиграл шара хугуну вороного коня или твое серебряное седло и все оставил там привези мне от шара хугуна моего вороного коня мое литое серебряное седло потом увезешь мою жену близко живет шара хугун спрашивает парень близко отвечает харта ганан хан ладно пусть будет так согласился парень приехал домой ну так что встречает его жена да что там неподалеку от нас живет шара хугун когда когда-то отец хана оставил у него вороного коня или твое серебряное седло верну все это хану и привезу себе жену шара хугун говорит да шара хугун нет на земле никого сильнее шара хугуна да никто не сможет его одолеть когда-то он напал на предков этого хана забрал все богатства и коня с литым серебряным седлом шара хугун не отпустит тяжело так а знаешь ты кто твой тесть откуда мне знать тестья когда с рождения родства своего не знаю я же дочь солнца сам того самого который обходит землю повсюду на земле искала себе друга не выбрала тебя потому что ты простой батрак табунчик а теперь нам вместе не жить придется расстаться ты не сможешь вернуть коня шара хугуна что поделаешь есть у тебя тесть нарахан придется ехать к нему я выведу тебя волшебного коня сказала она и достала из сундука шагаль бабку превратила его в коня нагрузила туши трехгодовалого четырехгодовалого бычков и отправила мужа перед отъездом дала наказ отправляйся скорее на запад там будет белая гора хахирма на ее вершине живет наранхан попробуй добраться до нее потом попросил своего тестья радугу после твоего отъезда хартаганан хан не оставит мне меня в покое добьется своего увезет а не жить нам вместе придется расстаться постарай постарайся быстрее добраться до места надо ехать и днем и ночью вскоре тот парень отправился и едет быстро по холоду чувствует наступление зимы по дождю приход лета много месяцев прошло счет времени потерял доехал наконец до горе до горы хахирмы оставил коня под ее подножья а сам полез на гору шел шел подошвы и ног истер идти дальше не может тогда он пополз полз он полз обе ладони истер пополз дальше полз полз близок уже был к вершине я скатился вниз нет сил забраться пока он так полз солнце показалось очень близко и скрылась хан отец есть мой помоги спаси я вам взять измучился совсем кричит парень наранхан не услышал его и покачиваясь скрылся когда парень из последних сил двигаясь еле взобрался на вершину той горы взобрался на вершину и пошел по ханской дороге еле-еле только ночью добрался до хана наранхан лег спать наказав жене ты спать не ложись придет наш дядь встретила зятя жена наранхана смазала ему раны с надобьем и спать уложила потом разбудила хана и говорит наш дядь пришел парень не сказал зачем он прибыл лег спать утром когда парень стал хан говорит ну надо бы испытать силу взятия возьми к мою волшебную силу и обойди гору говорит взял парень его волшебную силу и обходим гору на в это время встречается ему черный человек в черном дегеле на черном коне и здоровается с ним в мэнде амор и ещё и приветствуешь сказал парень и схристал ему тело до костей и отпустил идет дальше встречает белого человека на белом коне в белом дегеле и тоже здоровается с наранханом и еще и приветствуешь сказал парень крепко побил его и отправился дальше Пошел дальше и пришел на место, где в полдень обедает Наранхан и видит серебряный стол. На нем разные кушанья, чай, все приготовлено. Съел там все, опрокинул стол и столкнул его под гору и вернулся вечером к Наранхану. Отдал ему догал, доспехи и волшебную силу. Посиди, отдохни, а я пойду проведаю свои горы, наказал Наранхан и пошел. Когда обходил он гору, навстречу ему вышел на черном коне тот же человек в черной одежде. Хан-отец, что это ты? Ты же меня переломал кости. Ну, это мой зять, побывал тут. Он и натворил. Приходите вечером, подлечить придется. Идет дальше и навстречу ему выходит человек на белом коне и тоже говорит, что хан так побил его. Ну, это мой зять, побывал тут. Приходите вечером, придется подлечить. Наранхан пошел и приходит на то место, где обедал, а там ничего нет. Ни стола, ни стула, ни еды. Вечером вернулся Наранхан. Очень сердитый и спрашивает, что случилось? А в это время пришел тот черный человек, который был побит, и стал жаловаться Наранхан. Хочет наказать зятя. За что ты побил человека на черном коне? Что плохого он тебе сделал? Спрашивает он. Когда я был бедным сиротой, три года проработал на богача, и за это получил пудирна. Засел в поле, а этот человек градом побил весь урожай. Если я сейчас не отомщу, то когда же? Ну это правда, спрашивает Наранхан у черного человека. Да, так было. Потом пришел белый человек, тоже с жалобой. За какую провинность ты побил меня? Спрашивает белый человек. За три года работы я получил ланчака, а ты своих собак напустил. И они съели его. Но вот за это я и наказал тебя, отвечает парень. Нечего было сказать белому человеку в оправдании. Наранхан спрашивает парня про свой стол с едой. Парень отвечает. Я ведь живой человек, хотя и вождя. Ты видел мои мучения, а не помог, руку помощи мне не протянул. Хотя имел такую возможность, не посчитался со мной. Если я сейчас не отомщу, то когда же? Наранхану нечего сказать. Говори, зачем пришел? По какому делу? Спрашивает он. Моя жена велела попросить радугу, отвечает парень. Возьми-ка ты радугу и скорее уезжай отсюда, говорит Наранхан. Взял наш парень радугу и поехал домой. Приехал и видит. То место, где дом стоял, заросло травой, но где была изгореть. А сокой покрылась. Одна единственная канавязь накренилась на запад. Только кроме этой одинокой канавязи ничего не осталось. Хартаган-хан напал и все с собой забрал. Парень слез с коня, подошел к канавязи. Для чего торчать одинокой канавязи, а лучше выдернул. А думал, он и выдернул, а под ней письмо лежит. Хартаган-хан напал на нас, на меня со всеми моими подданными. И тушимилами увез, говорит, говорилось в нем. Парень надел старую плохую одежду, взял посох и принял. Неказистый вид пошел к хану. Пришел, а там хан свадьбу справляет. Женится на его жене, собрал своих тушимилов. Тогда он пришел на свадьбу, стали ужинать, стали унижать его и смеяться над ним. Тогда парень подошел к Хартаган-хану и говорит, я побывал там, куда меня вы послали. Был в тех местах, куда вы меня отправляли и вот принес вам подарок. С этими словами парень вытащил радугу. Хан сразу упал замертво. Парень забрал все свое добро. И зажил счастливой жизнью со своей женой и дочерью Наранхана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok